Ну а сегодня Дмитрий Кобылкин устроил теплый прием для иностранцев. Он прошел в Викторинбурге. Глава округа попытался красочно рассказать, что такое Ямал и почему туда обязательно стоит приехать. Дмитрий Немытов продолжит. Кто как не губернатор может лучше всех рассказать о своем округе. Дмитрий Кобылкин по случаю приема высоких гостей лично проводит экскурсию по экспозиции Ямала. Здесь и ручные изделия из бивни Мамонта, и инсталляция чумы, и фотографии с потрясающими видами тундры. Рядом с такими стендами проще и приятнее говорить о делах. Так с дипломатами из Кидая губернатор обсудил вопросы в области энергетики. В ответ представители Поднебесной пожелали отработать на Ямал новый туристический маршрут. Здесь пейзаж очень красивый и мы будем рекомендовать от наших туристов посетить вашу округу. Руководитель диппредставительства Республики Беларусь в Викторинбурге, что такое северные морозы, знает не понаслышке. Еще будучи в стройотряде, он много времени провел на Ямале в Губкинском. Сейчас дипломат выступает за обновление контактов с Заполярием. Белорусская техника, она традиционно востребована на ямальской земле. Это и МАЗы, это техника МЗКТ, это другая специальная техника для освоения газа и нефтедобычи. Настоящий француз Пьер Филатов совсем недавно вернулся с Ямала и до сих пор под большим впечатлением от этих краев. Генконсула Франции поразила теплота приема и условия для ведения бизнеса. Олени у меня были, чум у меня был, вот эта рыба, я имя забыл, максум у меня тоже был и в разных видах. У меня был и в копченом виде, и в жареном виде, и вот строганина тоже у меня была. 26 стран уже ведут свой бизнес в Заполярье. Край земли привлекателен не только нефтью и газом, но и драгоценными металлами, деликатесами. Нетронутые кладовые ждут инвесторов. Я вам могу много рассказывать о нашей замечательной земле, какие бы огромные богатства она не таила в себе. Самым главным нашим богатством остаются люди. По итогам встречи планируется подписать ряд документов о сотрудничестве. Дмитрий Немытов, Александр Солдатов, информационная программа «День Екатеринбург».